Вуссурийские сотрудники полиции нагрянули в очень странный массажный салон, в котором помимо массажа, клиентам за отдельную плату оказывали более широкий перечень интимных услуг. Какова цель пребывания здесь, девушки? Я зашла в гости, до подружки, а у неё новости, а мы пришли просто посидеть. В ходе осмотра данного интим-салона среди присутствующих был обнаружен бывший сотрудник правоохранительных органов подполковник Алексей Андреченко. Пацаны, что за ерунда? Я вообще не пойму. Что случилось? Который ранее уже проходил по делу о незаконном обороте дикорастущих биоресурсов в Уссурийском районе. Просто здесь провожу контрольную закупку. Мне надо поймать вот этого фраера. Ты про кого вообще базаришь? Вот тебя и базаришь. Что ты меня подходит? В результате досмотра другого посетителя интим-салона, помимо большого количества резиновых изделий, у данного гражданина было обнаружено депутатское удостоверение Думы Уссурийского городского округа. Объяснить свое нахождение в данном заведении депутат Василий Граченко желания не изъявил. Вывести на чистую воду нечистого на руку депутата помог председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. А ты что здесь делаешь? Да я здесь вообще первый раз. На день рождения пригласили. В смысле? Ты мне это в суде расскажешь. Как стало известно, данная проверка готовилась специально для выявления владельца сети элитных борделей Уссурийского района. По версии председателя, Граченко имеет прямое отношение к организации незаконной деятельности данного притона за счет средств из городского бюджета, а также его покровительству при помощи своего служебного положения. В интернете данное заведение выдавало себя за массажный салон, что помогало производить всерасчетные операции через платежную систему «Енот», которая позволяет принимать платежи с любых банковских карт и выводить крупные суммы денег с минимальной комиссией. Да ты, оказывается, еще и «Енота» обманывал. У всех деньги забирал и ничего не давал. Я их вообще всех в первый раз вижу, понимаешь? Ты себе уже на статью наговорил. В настоящий момент депутат Граченко взят под стражу и доставлен в районный отдел полиции. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации и содержания борделей. Также по завершению данной проверки Виталий Наливкин объявил благодарность сотруднице массажного салона за помощь в проведении следственных действий и поимки преступника.